привет друзья с вами на связи денис борисов и так как завтра я скорее всего не смогу побыть с вами я решил сделать это сегодня по отвечать на ваши вопросы слышали свежую новость по поводу того что microsoft подала иск в суд на правительство соединенных штатов америки причина достаточно банальная фбр досматривает корреспонденцию ну и соответственно требует от microsoft доступа корреспонденции всех пользователей вот и microsoft требует разрешить им хотя бы уведомлять пользователи о том что они дали возможность досмотра этой корреспонденции короче я смотрю что свободы в современном мире друзья становится все меньше и меньше вот говорят вот раньше там типа рабовладельческий строй там все дела крепостное право не так что так кажется все больше и больше что раньше свободы было не то что меньше и скорее всего было больше чем сейчас мир упорно скатывается глобализму привет привет к денису семенихину отношусь с большим уважением к сожалению не получается смотреть сюжеты я вообще мало кого смотрю у меня мало на это времени но мне очень нравится и сочная картинка и умение дениса держать себя на камеру то есть такой человеку которому можно многому получиться в плане того как себя вести перед камерой поэтому отношусь хорошо сайтом уже хотите знать что сайтом ну честно говоря вот в данный момент данный момент мы творим магию мы творим магию друзья мы переносим в данный момент программист переносит сайт поэтому вполне возможно что сегодня сайт будет лежать он будет страдать в общем мы перезаливаем файлы мы все тестировали и сейчас перезаливаем на основном на основной домен фитфолар точка ру поэтому если все будет по плану если все будет хорошо то вполне возможно завтра он уже будет работать так что мы близки к победе фантик спасибо что поделился трансляцией дэнчик очень приятно можете еще потыкать это пальчиком чтобы было больше лайков дэнчик еще и лайки любит дэнчик отвечает сильно за хейтер или возможно кто-то хитерит кто-то нет серж спасибо что поделился рим спасибо что поделился спасибо ребят что делитесь что будет украины если трамп победит а ну рискну предположить что если TRAMP победить у россии это украина станет пророссийской но это все это всего лишь мы предположение я не знаю ну я допуская такую возможность что если Трамп победит, то Украина очень быстро станет пророссийской и войдет в сферу влияния русского мира. Путин у меня не задал вопроса, не смотрел. Я обычно люблю пить черный обычный чай. Кстати, обмен веществ ускоряет хорошо зеленый чай. По фан-бизнесу, тренинги собираешься вести? Нет, не собираюсь тренинги вести. Вы постоянно ищете, до чего бы вот так вот доколупаться, да, найти какой-то вот подвох. Нет, не собираюсь вести. Не, не видал его видео. Что будет с долларом в ближайшее время? В ближайшее время он будет такой же волатильный, да, то есть плюс-минус падать, вырастать, падать, вырастать. Время, когда можно будет что-то более реально прогнозировать по доллару, это осень. Осенью будут выборы, в зависимости от того, кто будет, Трамп или Хиллари, это будет очень сильно влиять на доллар. То есть если Хиллари будет, то скорее всего доллар будет и дальше колдебаться, ну, в общем, останется сильной резервной валютой. А если Трамп победит, то скорее всего доллар начнет ослабевать. Я пробовал много чего. Президентом, кого бы я хотел видеть? Неважно. Знаете, таких, ну, личностей, которые были бы интересны мне, как политике, я их не вижу. Ну и в конечном счете, чтобы мы там не думали, не мечтали, там есть своя тусовочка. Денчик как точит пилу по утрам. Денчик сегодня пошел на тренировочку, помолотил мешок минут 10-15, чуть ли не сдох там с непривычки. Вот, потом потренировался где-то еще минут 20-30. Вот так вот я наточил сегодня свою пилу. Признаки высокорангового, ну, женщин вокруг много, прислушиваются к его словам, имеют преимущественное право для распределения различных ресурсов. Например, признак высокорангового. Когда вы в компании находитесь, именно высокоранговый начинает говорить, именно высокорангового вы слушаете. Если вы что-то делите, высокоранговый первый забирает, или там раньше за столом высокоранговый первый говорит тост, первый начинает есть и так далее. Признаков много. Клинбутерол это не стероид, это бета-блокатор, это вещество, которое воздействует на нервную систему, причем может негативно воздействовать, на симпатическую нервную систему, может воздействовать на сердце негативно. В общем препарат такой специфический. Препараты для суставов. Нужно конкретизировать вопрос, что именно с твоими суставами. Допустим если там проблемы какие-то с костной тканью, то тогда можно вплоть до желатина советовать, всякие хондроитины, глюкозамины, хотя в них не верю особо. Но вообще лучше всего связы суставки и все соединительные ткани заживляют старый добрый тестостерон, дека и гормон роста. Постоянно устаешь и хочешь спать, что делать? Выспись, отдохни, сделай перерыв от тренировок, вполне возможно ты перетренирован. Стандартизируй свой жизненный график, постарайся укладываться спать в одно и то же время. Желательно пораньше ложиться, пораньше вставать, найти часик днем поспать, регулярно питаться и отдохнуть от тренировки. Я не смотрел выступления Путина, еще я сегодня весь день работаю. На пептидах для себя я такого смысла не увидел. То есть те опыты, которые у меня были с пептидами, были негативные. Возможно я использовал неправильные пептиды или неправильные комбинации. Энантат сметана. Да, нормально, нормально. В общем-то если деки добавишь, еще лучше будет зарастать. На сушке плохо стоит. Нормально это. Это ненормально. Когда стоит, это всегда ненормально. На сушке, на масле и так далее. Недвижимость в Минске скоро будет падать в цене. Ну потому что жопа полная. Для всех это очевидно, только по телевизору говорят, что все здорово и классно. Соответственно, когда жопа полная, падает покупательская способность. У людей нет денег для того, чтобы их тратить. А раз нет денег, значит падает спрос на недвижимость. Падает спрос на недвижимость, цены на нее опускаются. Я уверен, что цены на жилье в Минске будут снижаться. Амирана книги. Ты знаешь, я читал одну, где-то, ну не знаю, страниц, наверное, 30 я прочел. В принципе, читать можно. Читать можно. Я не все, но вот начало, ну такое жизненное. Немножко такое трошниковое, но может быть даже это и в тему. Ночью на набережной гулять много раз гулял. Ночью на набережной. Ну было и такое. Но чтобы я так специально шел на набережную, чтобы размышлять, нет. Я много раз был на Черноморской набережной в Крыму. Ну я, как правило, был не один тогда. Ближайшие лет пять. Ну, в Беларуси все стандартно. В Беларуси все стандартно. Туда-сюда, туда-сюда. Кризис, 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 кризис. Деноминация. Кризис, 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 кризис. Деноминация. Клен хорошо сжигает жир на сушке в том случае, когда он используется стероидными гормонами. То есть клен бутерол плюс Т3 и Т4. Вот это вот работает очень замечательно. Сам по себе клен на моем опыте работал слабо. Условия приезда на семинар очень просты. У меня должно быть свободное время, у меня должно быть желание. Реально. Но для этого нужно... Для этого... Знаете, что... У нас же была похожая ситуация. У нас была похожая ситуация. Эта ситуация была в 20-30-х годах. Тоже внутри государства. Внутри государства российского существовало две противоборствующие группы. Одна группа, ну, назовем ее типа прорусская, пронациональная, пропатриотичная. И вторая группа прозападная, прославянофильская. Ну, в общем-то, ничего не меняется. Троцкисты это были. То есть были сталинисты и были троцкисты. Сталин пропагандировал национальную политику. Троцки пропагандировал интернациональную политику, в которой Россия должна была быть уничтожена. Вот. И в какой ситуации смогли реализовывать национальную политику? Только после того, как вырезали, физически вырезали, всех, ну, всю оппозицию. Всех троцкистов вырезали. Всех. Причем, вот первый состав РСДРП, которые правили, да, вместе с Лениным приехали. Они же все, их все вырезали. Там реально один Сталин остался. Вот вам все очень просто. Эти люди, это пятая колонна, да, которые преследуют свои личные интересы. Вот пока их не уберут, будет конфронтация внутри государства. Если бы, если этих людей убрать, да, то есть, если достигнуть полной централизации взаимопонимания внутри государства, то тогда убрать очень легко. Технически это вообще очень легко. Издали закон, все проголосовали или, да, даже не проголосовали, и все, и оно работает. Но для того, чтобы это все прошло, нужно, чтобы никто не мешал. Радоваться разучился, найди новые интересы, найди новые хобби, найди новые увлечения. Почему Путин такой мягкий? Ну, потому что, я думаю, что... Понимаешь, опять-таки, рассуждать сложно. Мы рассуждаем сейчас вот в определенной картине мира, да, что на самом деле Путин это пропатриотичный лидер, что это пророссийский лидер и так далее. Ну, потому что так говорят по телевизору. Так ли это на самом деле, я не знаю. Я не знаю. Но даже если исходить из того, что это действительно так, то я уверен, что насильственные способы, жесткие способы, они тоже неприемлемы. Почему они неприемлемы? Потому что они, скорее всего, принесут больше вреда, чем пользы. Ну, представьте, вы начинаете там направо и налево людей сажать, косить. Это дает повод информационный оппозиции поднять вой. Это дает повод людей вывести на улице. Это дает повод попробовать провести революцию или переворот. Это такие вещи очень опасные. При Сталине тоже были чистки, но при Сталине же было очень... Он по грани ходил. При Сталине было очень много попыток государственного переворота. Почитайте про Тухачевского. Там вообще жесть была. Там собирались во время парада на Красной площади силой взвода окружить этот мавзолей и арестовать всех, включая Сталина. Ну, такие вот государственные перевороты планировались. И было очень масса людей, которые их поддерживали. Поэтому мягкость вполне возможно. Это единственный способ как-то лавировать. Самые прибыльные бизнесы в ближайшем будущем это будут бизнесы, связанные с информационными технологиями, с интернет-технологиями и с медициной. То есть в будущем различные сферы, связанные с медициной, будут очень-очень востребованы. Программирование, я думаю, что это часть нашей жизни. И его будет становиться все больше и больше. Кто больше убил, Гитлер или Сталин? Конечно же Гитлер. Конечно же Гитлер. Ну, если... Ты понимаешь, там какая-то ужасная статистика. По-моему, советских граждан за время Второй мировой войны было убито 30 или 35 миллионов. Или 25 миллионов. Ну, то есть там несколько десятков миллионов людей было убито. Несколько десятков миллионов. То есть ты это представь. Как наше время сохранить семью? Я не понимаю, в чем, собственно говоря, проблема. Понимаешь, каждый счастлив... Все счастливы одинаково, но каждая семья несчастлива по-своему. У всех свои какие-то способы. У всех свои какие-то причины. То есть если ты задаешь вопрос, значит там есть какая-то проблема, есть какие-то сомнения. Но это в одном случае, одна может быть проблема, в другом другом. Для того, чтобы сохранить что-либо, над этим надо работать, надо устранять негативные явления. Денчик читает. Но Денчик в последнее время читает мало. Киеву тоже привет. Вообще, ребят, вы вообще откуда? Кто у нас тут сейчас на связи? Какие города? Порадуйте. Рязань, Киев, Минск, Орел, Питер, Киев, Саранск, Киев, Брест, Донецк, Екатеринбург, Донецк. Ничего себе, ничего себе. Москва, Киев, Баку, Ростов, Москва, Алматы, Минск, Урал, Баку, Канада, Вильнюс, Волгоград, Муром, Самара, Питер. Много, много. Ну, я смотрю, прикольно. Из Киева достаточно много людей смотрит. И из Донецка даже. Это вообще вдвойне прикольно. В данной... Недвижимость в Киеве, думаю, уже нет. Навряд ли. Ну, как бы, самая жопа уже пройдена, мне все-таки кажется. Навряд ли будет дешеветь. Все-таки Украина, это такое государство, крайне сильное, очень много ресурсов, несмотря на то, что ее насилуют, вся эта быдлота, которая там в правительстве сидит. Они никак ее донасиловать не могут. Я думаю, не будет ниже падать. По коучингу, ребят, у меня ж нету, я ж никаких коучингов не провожу. Где у меня коучинги, чтобы я называл конкурентов? После 40 лет, я думаю, если анализы показывают, что уровень тестостерона действительно занижен и меньше нормы, то, в принципе, допустимо ГЗТ. Виталик, спасибо, что поделился. Бизнес-молодость. Вы знаете, ну, прикольные ребята. Я видел пару сюжетов, видел пару раз, как они разговаривали, очень интересно, внятно, вменяемо разговаривали. Многие их идеи, которые они звучат в плане бизнеса, они офигенные. Я действительно сам придерживаюсь тех же самых идей и сам реализовывал. Те бизнесы, которые я делал, когда-то стартовал, я делал именно по таким стратегиям, как они рассказывают. То есть это у нас сначала было, мы с товарищем тестировали спрос на телефон. У нас вообще товара не было, интернета тогда особо не было. Мы просто давали рекламу в газету, тестировали спрос, а звонят ли или не звонят люди. И только после этого начинали делать закупки, продавать и так далее. Ну, в общем, для ребят, которые никогда ничем не занимались, я думаю, проекты B могут быть очень полезны. Какой язык лучше учить? Кроме инглиша? Я думаю, кроме... Ну, тебе английского достаточно. Даже если ты будешь в Китае или в Индии, там чуть ли не каждый второй говорит на английском. Тебе английского достаточно. Мне вообще, в плане моих пристрастий, мне очень нравится испанский, потому что вся Южная Америка говорит на испанском. Ну, кроме там Бразилии, которая говорит на португальском, который очень похож на испанский. Вот, поэтому я планирую в будущем изучать испанский, после английского. Стоит ли признаваться девушке в чувствах? Зависит от того, на каком уровне отношений вы сейчас находитесь. То есть, если у вас статус более-менее одинаковый, если ценность в глазах друг друга одинаковая, то тогда можно делать такие шаги. Если же ты еще не заслужил, то нет. Есть очень классные критерии. Вот так вот, если по чесноку. Был секс или нет? Вот если у тебя с этой девушкой секс был, тогда можешь ей признаваться в чувствах. Если у тебя с ней секса не было, ни про какие чувства забудь. Ни про какие чувства даже не вздумай говорить. Слушайте, ну, это такие подарки, неприлично о них говорить будет. Это Аня мне дарила. В общем, хороший подарок. Йохимбин на тест. Йохимбин очень сильно влияет на возбуждение. В какой-то степени на кровоток. Но на тестостерон нет. Йохимбин не влияет. Сердечки. Денчик любит сердечки. Когда посоветую новые книги? Советую уже сейчас. Советую вам новые книги прямо сейчас. Сармс вещь новая, еще вообще не изученная, поэтому я воздержусь от комментариев. Да, Аня ведет блог. Она выходит где-то два-три раза в неделю в Перископ. И где-то стараемся мы каждую неделю выпускать какой-нибудь сюжет на Ютубе для девушек. Где покупаю одежду смотря какую. Допустим, если говорить о пиджаках, о рубашках, то эти вещи у меня пошиты на заказ. В принципе, и брюки некоторые у меня пошиты на заказ. Но вот если говорить про джинсы, то джинсы обычно покупаем в каких-то магазинах. Я вообще не любитель. Таня не любит ходить, что-то подбирать. Вот буквально пару дней назад она мне подарила такую кофту с капюшоном вязаную. Ну, такую прикольную. Я даже не участвовал, не мерил. Она просто ушла где-то и понравилась, она мне купила. Ну, вот так вот гардероб как-то и формируется. Варшава офигенный город для жизни. Мне очень нравится Варшава. Вообще нравится. Вообще нравится. Варшава чем-то похожа на Киев. Единственное, что... Ну, там, конечно, с русским языком вообще проблема. Там реально нужно будет выучить польский. Но польский язык несложный. В принципе, по движухе Варшава очень здорово. Варшава, в ней вот чувствуется душа такая. То есть там и работать можно, и тусить можно, и девчонки там не такие страшные, как на Западе. Там еще славянская кровь она чувствуется. Я ограничиваю себя в различных негативных реакциях. Да, вот допустим, когда мне я на что-то злюсь или когда мне хочется спонтанно прорегировать на какую-то ситуацию, даже пусть иногда позитивно, не только негативно, но чаще всего, конечно, негативно, то я себя затыкаю и ограничиваю себя в таких реакциях. Я стараюсь подождать как минимум несколько часов, а лучше несколько дней, чтобы остынуть и потом спокойно на трезвую голову принять решение по той или иной ситуации. То есть я себя ограничиваю в проявлении эмоций сознательно. Нет, Лигу Чемпионов не смотрел. Алхимика читал, читал. Подполье про Дом-2. А, да, такой сюжет будет, есть он в планах. К футбольным фанатам. Знаете, тут историю недавно рассказали. В общем, у Анюты есть подруга, ее брата посадили. Ну как посадили? В СИЗО забрали, сейчас идет следствие. Брату вроде бы 19 лет. Предыстория. Полтора или два года назад этот брат, когда ему было, как я понял, 17 лет, он с группой футбольных фанатов ехал то ли в автобусе, то ли в троллейбусе. Вот. И я так понял, что эта группа она там начала хулиганить. Ну знаете, все вот эти вот футбольные болельщики, они же там кричат, в толпе мозг выключается, ты начинаешь вести себя как животное. Ну и в общем, они там хулиганили, что-то кричали. Вот. И один из этой группы, не наш герой, какой-то другой парень, он разбил окно в этом троллейбусе, а другой, как я понял, достал баллончик и начал там в этом автобусе им пшикать. Вот. Ну, тогда их задержали, составили все эти протоколы, и я так понял, отправили по домам. И вот прошло полтора или два года, вечером приходят люди не в гражданском, арестовывают этого пацана, которому сейчас 19 лет, опечатывают компьютер, забирают телефоны и везут парня в СИЗО. То есть, по вот тому самому делу. Дело квалифицируется как хулиганка, причем хулиганка не административная, а уголовная. Почему? Потому что один из этих дурачков, он достал газовый баллончик. Ну, вот такой вот герой достал газовый баллончик, где-то там он прысканул. А газовый баллончик это уже оружие. В административной уголовке там оружия нет. То есть, если есть оружие, это уже квалифицирующий признак, то есть, это уже идет только как хулиганка по уголовке. А хулиганка по уголовке до 10 лет лишения свободы. И вот сейчас пацан сломанный сидит в СИЗО уже два месяца и не понимает вообще, что происходит. Потому что прошло чуть ли не два года, уже все забыли про это, уже своя жизнь, парень достаточно приличный и так далее. А зато в газетах там рассказывают про суперзлодеев, супердело раскрыли. Вот такие вот мои отношения к футбольным фанатам. То есть, жизнь сама, как правило, наказывает тех людей, которые не думают. Думать всегда нужно. Это все иллюзия по поводу того, что все так безопасно и комфортно вокруг. Если ты будешь щелкать, то тебя накажут. Бэтмен или Супермен? Иван Дурак. Майка. Майка как майка. Купили эту майку в Таиланде. Фрукты. Мандарины, апельсины, яблоки. Были в Таиланде, очень полюбил ананас. Там его так классно делают. Там у тебя прям на глазах берут ананас, очищают его специальным ножом, нарезают мелкими дольками и надевают на такую шпажку. И дают тебе шпажку. Ты идешь, на этой шпажке там куча этих ананасов. Либо дают тебе такой пакетик, аж слюна выделяется, блин, дают тебе такой пакетик, а там уже нарезаны эти дольки ананаса. Ты идешь шпажкой из этого пакетика дольки ананаса, ешь. Вот такая штука, ребят, вот такая. Кто будет в Таиланде, всем рекомендую. Пожалуйста, Алекс, пожалуйста. Что касается ЯА2.0, материал можно было бы доработать. Я думаю, следующую книгу, которую я выпущу, она будет состоять из таких вот, я думаю, где-то порядка ста конкретных действий. То есть таких вот типа плагинов, да. Вот это будет как аддонг ЯА2.0, но только вот конкретные, конкретные действия, да. Там вот, в зависимости от той или иной сферы, в которой тебе нужно что-то вот достигнуть, там будет набор вот конкретных действий. Ну, потому что я смотрю, есть люди, которые возмущаются в том плане, что мы хотим больше конкретики. То есть это все здорово, это все понятно, это мотивирует, но нужны вот конкретные шаги, вот от А до Я. То есть вот я пошел, вот несчастная любовь, да. Вот что мне с девушкой делать, чтобы там типа, чтобы забыть ее, да. Допустим, если там это неудачная какая-то любовь. Либо наоборот, что делать, чтобы девушка влюбилась в меня. Ну, вот такие вот конкретные советы. Я думаю, просто это очень долгий такой материал, но когда его подготовили, думаю, будет интересно. Пару слов о книге Пэша. Я уже о Пэша столько раз говорил. Дмитрий Хара, великолепный автор. Пэша – это книга, которая представляет из себя книгу «Тренинг». ее интересно и познавательно читать одновременно. Всем рекомендую. Очень хорошая книга. Она хороша тем, что она может менять мировоззрение. Она помогает взглянуть по-новому на многие вещи и в какой-то степени делает сильнее. Лучше не спрашивайте, чем хороша, чем плоха. Просто попробуйте почитать. Пэша – это одна из книг, которую я легко, без всяких сомнений, рекомендую людям. Моё любимое место в Киеве – «Ведьмина гора». Не, моё любимое место, пожалуй, это Русановская и Днепровская набережные. То есть мне правый берег не особо нравится. Не особо нравится. Хотя тоже, в общем-то, там Кловский спуск, допустим, там прикольно. Но вот больше всего мне нравятся набережные. Как перестать дрочить? Взять и перестать. Завести девушку. К Цацулину отношусь хорошо, с уважением. Мне нравится, как он глубоко копает, пытается разобраться в различных темах, пытается систематизировать и донести эти темы до людей. К сожалению, не всем это интересно, потому что всё-таки больше нравится веселиться и дрочку обсуждать. Вот как у меня вопросы сейчас идут там. Что делать? Я каждый день дрочу. Вот это, как правило, большинству более интересно. Но в целом, для развития, для понимания важных вещей Цацулин делает много. Клин, бутерол, это фарма, да. Шпак, фрик? Ну, это зависит от того мировоззрения. Ты как считаешь, шпак это нормальный или фрик? Декун обалден он. Можешь поменять. Можешь поменять. Шпак лучший. С микро... С микрософтом? Майкрософт судится с правительством Соединённых Штатов Америки. ФБР давит на Майкрософт, чтобы они давали доступ к корреспонденции пользователей. Ну, чтобы читали чужие письма ФБР США. Вот. А Майкрософт требует, чтобы правительство разрешило на основании четвёртой поправки Конституции США хотя бы уведомлять своих пользователей, что они дают доступ третьей стороне там, правительству США на прочтение корреспонденции. Карате отношусь хорошо. Это один из таких видов боевых искусств, которые реально рабочие. Потому что есть очень много всякой херни, типа там Айкидо, Ушу и прочие ереси. Карате это тема рабочая. То есть, в плане ударки карате рулит. Вот. В плане сколько я тут отожмусь? Не знаю. Я думаю, немного я не отжимаюсь. В высоком доме живу в Сильвере. А дядя Серёжа? Ну, такой прикольный. Дядя Серёжа мне нравится. Он мне нравится, у него очень много самоиронии. Такая фишка. Постоянно сам над собой потрунивает. Это, конечно, добавляет баллов всегда любому человеку. Вообще, самоирония это признак высоко развитого интеллекта у человека. То есть, тот человек, который может над собой посмеяться, это далеко не дурак. Но мало кто это понимает. да, в том, в том, что ближе к мосту. К прыгунову отношусь хорошо, но я вижу, что человек работает, работоспособный, старается, стремится к чему-то. Нет, с негритянкой у меня секса не было. Пацан к успеху шёл долго. Сколько лет шёл к успеху? Прыгунов химик. Это вопрос нескромный. Я думаю, вы понимаете, моё мнение, вот так вот, по чесноку, что химики все. Все. Может быть, степень разная, но самое главное, что есть такая категория химиков, которые косят поднатуралов. Но химики все. В людях, ну, в мужчинах ценю ответственности и доброту, в женщинах ценю преданность и женственность. О Ходорковском? Ну, Ходорковский очень успешный бизнесмен, преступник. Ну, а как иначе? В общем-то, в России все самые успешные бизнесмены-преступники. Ну, я, в общем, верю, что на Ходорковском в общем-то и убийство висит. Помните этого там? То ли мэра, то ли кого. Его начальник охраны Ходорковского убил. Уголовное дело было. Руль стал тебя хейтить в тралле? Не знаю, почему. у него плохое настроение. Напрягает несвобода. Если тебя напрягает несвободно, тогда военным быть не стоит. с Сосулиным видео познавательное. Ну, я не знаю, не уверен, что это было бы интересно, потому что у Сосулина свой стиль подачи информации, да, то есть он очень глубоко систематизирует, готовит текст соответствующий и потом его выкидывает. А я такой товарищ более расслабленный, то есть я особо не готовлюсь, я вот что вот так вот знаю, вот так вот в голове, то на вас и выплескиваю. Может быть, если мы так вместе сядем, может, это не будет интересно. Я в свое время уже пошел на военного, но вовремя передумал. Я поступал в Войну Академию Республики Беларуси, даже поступил, но не пошел на присяду. Честно стать богатым, конечно, можно. Конечно, можно. Это миф, да, что только нечестность, что нужно воровать, убивать, и там связь нужно иметь. Это придумывают слабые люди для того, чтобы оправдывать свою никчемность. Вот. Можно становиться богатым, и честные могут становиться богатым. Мне кажется, что будет классно. По психологии. Я уже советовал по психологии с той, кто ведет. зеленый слоник, сбрасывали на стене, там какие-то извращенцы, там говно размазывали, я такое не люблю, поэтому не смотрел. Первый курс, пачка метана, все, достаточно. Абрамовича, ага, ага, всему свое время, всему свое время. Соликамски, слышал, как качать бицепс при сколиозе. Слушай, ну, при сколиозе, мне кажется, сложнее качать спину или грудь. А с руками так вообще проблем никаких нет. Ты можешь делать изолированные упражнения на руки, на руки, и кроме того, ты можешь их делать по очереди, на одну руку, на другую. Ничего не скажу. Давыдовича? Нет, не поддерживаю. Ну, я и не против, и не поддерживаю. Мне индифферентно. Таких, как Давыдовича, много. Таких, как Давыдовича, много. Каждый человек периодически надевает на себя определенную маску и начинает верить в то, что он на себя надел. Давыдович поверил в то, что он там супермен, спасатель отечества. При том, что там шлейф за ним не очень приятный, идет от делишек. В общем-то, он сам, в общем-то, не скрывал все эти темы, что типа там привет, бандиты. Я с вами когда-то здоровался, типа там, ну что, гопота, бандиты, привет. Ну, тут уже, то есть я здравствуйте, говорю, доброго времени суток, друзья, товарищи, вот что я говорю. А если человек говорит привет, бандиты, ну, то значит уже, понимаете, тут уже все понятно. А бандитов я не люблю, уголовников я тоже не люблю. Поэтому мне даже немножко дико, вы меня спрашиваете, а ты чего не поддерживаешь? О чем не поддерживать человека, который говорит там своим друзьям привет, бандиты? я бандитов не поддерживаю. Курсил? Что ты имеешь в виду долго? Когда я начал, или какие у меня по длительности курсы были? Много курсил? мигранты уничтожают Европу. Ну, так всегда было. В общем-то, в свое время мигранты уничтожили древний мир, ну, там, готы, вестготы, тоже были мигранты такие дикие. Они пришли в цивилизованный Рим, начали насиловать их женщин, убивать, крушить, все, ну, и в конце концов Рим был уничтожен. Курсил где-то 17 лет. Как накопить на квартиру, если зарплата в рублях? Нужно получать много рублей. У меня не было долгих курсов, я, по-моему, больше, чем два месяца никогда у меня курсов не было. Кто Олимпию выиграет, абсолютно неинтересно. Я их даже не запоминаю. Там, по-моему, последний раз Кайк Грин выиграл, если я не ошибаюсь. Но, понимаете, у человека с возрастом могут меняться приоритеты и ценности. То, что для меня было крайне важно в 16-17 лет, ну, извините меня, ребенком нельзя всю жизнь оставаться. То есть, я вырос, и многие приоритеты и ценности у меня поменялись. На здоровье, у меня со здоровьем все замечательно, абсолютно. Более того, я уверен, что те курсы, которые были у меня, они мне помогали. Помогали с уставом, помогали заживать быстрее, восстанавливаться быстрее. Я думаю, что очень часто люди без фармакологии, когда жестко тренируются, они здоровье губят больше, чем с фармакологией. Как ты приводишь мозги в порядок? Ну, мне особо не нужно их приводить в порядок, они у меня в порядке. Если у меня возникают какие-то негативные мысли, а вы, наверное, этот сюжет еще не видели по поводу негативных мыслей, да? В общем, скоро будет сюжет по поводу того, как избавляться от негативных мыслей, мышления. То есть сюжет будет в течение двух недель. Даже, ну, в общем, скоро он будет. Там будут даны, там, по-моему, 4 или 5 способов я дал. Вот, и они очень-очень мега-мега рабочие. Лучшим? У меня много сильных видосов. Ну, вот, допустим, Терпение Охотника сильный видос. Лучший RPG-квест всех времен и народов. Очень хороший сюжет. Его стоит посмотреть. Много хороших сюжетов. Спасибо, Евгений, что поделился трансляцией. Прорекламируешь новый бренд? Зачем? Я думаю, новый бренд мне столько денег не заплатит, чтобы я его рекламировал. Все же хотят подешевле. Вы видите, как у Гостюнина, да, уже крышу сорвало. И я прекрасно понимаю, парни, почему. Потому что он, ну, перерос немного тот уровень, когда просто качаешься, да, и там, предел мечта, небольшая бицуха. И хочется какой-то реализации жизни, хочется нормальных, комфортных условий существования. И вроде бы, так смотришь, я там многого достиг, я там чемпион, там, там и там. А где отдача? Где? И вот, я думаю, именно поэтому он психанул и начал заниматься вот этими всеми сетевыми пирамидами и всем прочим. Потому что тоже переоценка ценностей у человека. Потому что его поддостало очень конкретно, когда все эти компании предлагают за еду работать, и когда все культуристы вокруг реально работают за еду. То есть, не за контракты, как было раньше, а им просто достаточно брать банку протеина, две банки там аминных кислот в месяц, они за это готовы рекламировать, ездить там по семинарам, ну, отрабатывать, в общем. Я называю это работать за еду. И я прекрасно понимаю психологию Гостюнина. Я не то чтобы поддерживаю, но я понимаю, как это у него происходило. То есть, он так вот посмотришь, блин, да я не хочу быть таким, я не хочу, чтобы меня считали таким же качком, как вот эти вот, которые за еду работают. Это неприятно, это унизительно. Мне кажется, нужно было поискать другие способы, но вот получилось так. Как включать и выключать эмоции? Эмоции включаются сами по себе. Их единственное, что можно просто контролировать. Можно просто контролировать. Для того, чтобы контролировать, нужно их идентифицировать, распознать в нужный момент. Так. Нет, квартиры в Киеве не сдаю. Если низкие тесты, высокий пролактин, вполне возможно, что низкие тесты за высокий уровень пролактин. Нужно давить пролактин. Спать? Ну, мне спать еще рано. Сейчас без четверти десять, я сейчас с вами еще чуть поговорю, а потом буду писать. Статьи, статьи, сюжеты, сюжеты. Ну, завтра буду отдыхать. Завтра у нас день отдыха, мы запланировали. Как понять, что девушка готова к интиму? Ну, по расширенным зрачкам, по влажным красным набухшим губам. Много признаков. Обычно это чувствуется интуитивно. То есть, человек не анализирует эти расширенные зрачки, губы и так далее. Это видно там. Хочет она все по внешнему виду. Как избавиться от негативных мыслей? Ну, давайте дам два способа. Два способа как избавиться от негативных мыслей. Первый вариант. Это вот то, что будет в платном варианте того материала, который, я говорю, будет следующим. Отдоны к Я2.0. Итак, берешь негативные мысли, вот то, что тебя гложет больше всего, пишешь на бумаге. Потом эту бумагу скамкиваешь и выкидываешь в мусорку. Тем самым ты ставишь ментальную метку о том, что ты этот мусор из себя выкинул. И тебе становится легче. Как подвариант этого варианта можно сжечь. То есть, я уничтожу вредные мысли, пометил их как уничтоженные, мне становится легче. Первый вариант. Уничтожить вредные мысли. Второй вариант. Если у тебя в голове крутится какая-то каша, какая-то дрянь, ну там, я говно, я неудачник, вот у меня не получилось, вот эта девушка меня бросила, я вообще чмошник. Вот она засела эта мысль в силу каких-то обстоятельств. В силу каких-то обстоятельств ты не можешь от нее избавиться. Что нужно сделать? Для начала нужен метавзгляд со стороны. То есть, ты должен идентифицировать, что это не действительность на самом деле, это у тебя в голове есть такая мысль. Слови этот момент. То есть, когда ты себе говоришь, окей, вот у меня в голове есть мысль о том, что я говно, к примеру, да, это гораздо лучше, чем сказать себе, я говно, я не справился с той ситуацией. Потому что, когда ты себе говоришь, у меня в голове сейчас действительно есть мысль такая, что я говно, это уже сепарировало, ну, сепарировало действительность от того, что у тебя в голове. То есть, тут уже могут быть варианты, почему у меня в голове такая мысль. А может быть это изменится, что нужно для того, чтобы измениться. То есть, в этом случае с вредной, негативной мыслью проще работать. Когда ты себе постоянно говоришь, я говно, то ты действительно начинаешь в это верить. Так оно и происходит. Ты себя загоняешь в еще больший минус. Но когда ты взглянул со стороны, ну, то есть, сел и думаешь, да, объективно было много причин, и поэтому у меня сейчас в голове крутится эта мысль. Она не хорошая, но она у меня в голове крутится. Вот такое мировоззрение, оно классно, оно позволяет избавляться от этих мыслей. Но как, подойдет, когда Трамп станет президентом? Я думаю, если Трамп станет президентом, то Украина войдет в таможенный союз и станет пророссийской. А если Хиллари станет президентом, то этого не произойдет. Вот что я думаю. Это такое, на вскидку предположение. язык тела, понимаешь, язык тела, он такой, ну, слишком легкий сюжет. Много такой информации. Мне не нравится, когда слишком легко. Для Украины, а что, а что, понимаешь, ты, ты обобщаешь. И это очень большая проблема в оценке любой ситуации. Когда мы начинаем ситуацию обобщать, мы начинаем всегда ошибаться. Что значит для Украины? В Украине 50 миллионов населения, все по разному статусу. Кто-то олигархи, кто-то средний класс, кто-то большинство в дерьме ковыряется, получает 2-3 тысячи гривен в месяц, понимаешь, ни на что в жизни не хватает. Для всех будет по-разному. Для тех, кто там живет при границе, для них одно будет. Для тех, кто в Донецке, другое совершенно будет. Кто в Киеве, третье будет. Что значит, будет для Украины лучше или хуже? Для кого-то будет лучше, для кого-то будет хуже. Для тех, кто настроен на прозападную политику, у кого связи, деньги там, для них будет хуже, если Украина станет пророссийской. Для тех, кто нет, у кого там родственники в России, они говорят по-русски, и все такое прочее, для них будет лучше. То есть, ну как бы вот так вот. И собственно говоря, отражение всего этого мы сейчас и видим в стране. То есть идет фактически гражданская война, потому что у них одна точка зрения, другие другая точка зрения. Их столкнули. В Европейский Союз Украина, конечно же, не войдет. Ребят, ну это же уже давным-давно понятно. Европейский Союз с очень большим трудом брали Литву, Латвию, Эстонию. И то они до сих пор, эти страны, такие нищие, говеные. И в Центральной Европе, ну в классической Европе, там Австрия, Бенилюкс, там Германия, Франция, смотрят на эту Литву и Латвию, как, знаете, каких-то вот, как бомжей каких-то. Соответственно, там и финансирования толкового нет, и уровень жизни отвратительный. Но, эти страны, по крайней мере, маленькие. И хотя бы, вот как там, можно было взять. Украину никто, в принципе, не возьмет. Это с какой стороны ни возьми, невыгодно. Потому что, там, в Европарламенте пропорциональное число от численности населения. А Украина, чуть ли, блин, там не пол Европы. Кто ж ее возьмет? Старость я себя вижу очень эпичным, таким дедулькой, седой бородой. И такая у меня тросточка будет с набалдашником. Так. Россию, Беларусь, Украину. Знаешь, я считаю, что любые объединения и союзы, это хорошо. Но это очевидно, потому что, любые объединения, это сила, любые разъединения, это слабость. Если говорить, допустим, про Украину, да, отбросив всякие эмоции, да, и там, и сомнения, где союз? Где союз? Получается, ну, вот просто, вот мы инопланетяне, смотрим, да, вот есть страна, она может быть в союзе с теми, может быть в союзе с этими. Те говорят, давай, мы будем вместе в союз, мы готовы прямо сейчас взять. А другая говорит, мы тебя возьмем в союз, и не берут годами. Ну, как бы тут все очевидно, тут все понятно. Я за любой союз. То есть, если бы, допустим, Украина вошла в европейский союз, я думаю, ну, на полноценных правах, то для конечной это было бы лучше, но никто же не возьмет. Кто-то учитель по жизни. Мой учитель по жизни. Во многом моя бабушка. Чуть меньше мой отец. Каждый из них многом не дал. Троещине тоже привет. Троещина, Троещина. Ах. Калинки, малинки. Отец бухает, что делать? Ну, принеси ему огурчик. Что делать, что делать? Как сделать свою девушку счастливой? Очень легко. Для того, чтобы любой человек стал счастливым, должны подтвердиться его ожидания о будущем. У этой девушки есть свои представления о том, как она видит счастливые отношения в будущем. Подтверди их, и она будет счастлива. Шансы Трампа стать президентом меньше, чем у Хиллари. Навряд ли станет. Но, но они есть, и очень высокие. В калинках? В калинках. Кто ж не зажигал в калинках? Золото или юань? Если у тебя есть возможность купить золото без НДС, то золото. Трамп? Ну, есть определенная аналогия. Да, есть определенные аналогии. Чем-то они похожи. Ну, Трамп, конечно, поболее такой прилизанный. Нет, спать не хочу, еще рано спать. Конкретный совет. Чтобы человек перестал пить, он должен это сделать не ради кого-то, а ради себя. То есть, не ради того, что там ему говорят, вот ты бухаешь, как нам стыдно за тебя, или он там, посмотри на Петю, он не бухает, какая счастливая семья. То есть, в такой ситуации он может продержаться несколько недель ради вас. Но, такая мотивация работает очень плохо. Для того, чтобы человек навсегда бросил, навсегда начал контролировать, у него должен появиться свой собственный интерес. То есть, он должен увидеть какую-то ценность от того, что он бросит пить. То есть, если брошу пить, то я смогу устроиться на какую-то супер работу, буду получать 4 тысячи долларов, и тогда я смогу каждые 3-4 месяца ездить за границу, я хочу этого. Вот это сработает как мотивация. Потому что человек для себя, любимого, увидит, зачем ему это делать. Найди такое решение, и тогда он легко бросит пить. И курить тоже, в общем-то. Мой отец очень легко бросил курить, знаешь, когда? Он курил там 20 или 30 лет, он бросил курить, когда акцизы на сигареты поднялись в Беларуси. И у него появилась мотивация, ах вы козлы, это что, я должен столько денег тратить на ваши сигареты, да я их лучше потрачу на водку. Шутка. Ну, смысл такой, что появилась мотивация для себя. На износ, на свою мечту. Понимаешь, если ты работаешь действительно на свою мечту, то ты будешь получать удовольствие от этой работы, тебе будет приятно. Да, с Microsoft уже говорил уже три раза, сколько же можно. Так, ладно, ребят, впереди еще работа предстоит, рад был с вами пообщаться, завтра у нас скорее всего будет выходной, давайте вам хорошего вечера, отдыхайте, набирайте сил, давайте всем пока.